Уникальные фотографии и документы из личного архива Романа Руденко, главного обвинителя от Советского Союза на судебном процессе в Нюрнберге, были переданы Музею Победы. Михаил Амирджанов, внук Руденко, с детства интересовался работой известного деда и бережно хранил эти раритеты. Воспользоваться возможностью и таким очень добрым предложением руководства музея передать эти документы на выставку и последующее хранение и экспозицию сюда, именно в музей Великой Отечественной войны. Судом истории называют процесс в Нюрнберге. 1 октября 1946 года был провозглашен приговор Международного военного трибунала, осудивший главных преступников нацистов во главе с Герингом. Среди документов, переданных музею внукам Руденко, эти записки. На двух листах фамилии главных обвиняемых напротив каждой предварительной меры наказания, которую обвинитель озвучил на процессе. И сейчас весь 75-й годовщина Нюрнбергского процесса он получает заслуженное внимание, потому что роль этого процесса в формировании послевоенного мира, в формировании принципов международного права, а также с точки зрения того, что восторжествовала справедливость и были покараны международные военные преступники, которые принесли нашей стране огромные страдания, затлодеяния и потери принести на нашу землю. В личном архиве сохранилось много важных документов, например, удостоверение, подписанное маршалом Василием Соколовским. В нем указано, что Руденко назначен главным обвинителем от Советского Союза на процессе в Нюрнберге. Пропускав здание трибунала и десятки фотографий обвинителей и подсудимых, вот снимок допроса, на котором лицом к лицу Роман Руденко и рейхминистр Рудольф Гесс. А этот кадр авторства Романа Кармена с подписью известного кинооператора и режиссера. Осталось буквально несколько дней до большого форума уроки Нюрнберга, который будет проходить у нас в музее. И так сложилось, удачно сложилось в моей точке зрения, что мы сможем представить на этой выставке целый комплекс уникальных документов и фотографий, которые связаны с одним из самых известных людей, участников процесса, с обвинителем от СССР. Посетители музея смогут увидеть эти экспонаты в дальнейшем на площадке этой выставки, где будет развернута экспозиция, которая называется «Мир после войны». И частью этой экспозиции будет как раз тема, посвященная Нюрнбергскому трибуналу. Подлинные свидетельства войдут в выставочный проект форума «Уроки Нюрнберга», который состоится в конце ноября в Музее Победы. Мероприятие станет одним из ключевых событий года памяти и славы.